Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня будем делать мазь очень ценную, очень полезную, очень нужную практически в каждой семье. В моей семье постоянно эта мазь есть. Она называется мамастырская, состоит из трех компонентов, яйцо, пчелиный воск и масло. Я всегда беру оливковое масло. Но сегодня я хочу немножко дополнить эту мазь, добавив туда также ценный прополюс и пчелиную пыльцу. Давайте же будем делать эту мазь. Сначала надо измельчить пчелиный прополюс, вот у меня такая. Также на крупной терке можно натереть воск или можно как-то по-другому чуть-чуть измельчить. Можно и так бросить кусок масла, он растает. Но можно и натереть на крупной терке, я натираю. Желток куриного яйца, желательно, чтобы это были курочки домашние, яйцо должно быть желток желтый. Натираю на терке, ну где-то половину. Когда все составляющие подготовлены, я в эмалированную кружку, обязательно должна быть эмалированная кружка, выливаю 150 миллилитров масла. Масло должно быть обязательно цельным, первого отжима, нерафинированным. Высыпаю сюда воск и ставлю на огонь. Но не на открытый огонь, а на водяную баню. Так как у меня кастрюля немножко не совпадает, чтобы можно было поставить прямо на водяную и держалась, то я кладу вниз салфеточку, включаю огонь и ждем пока начнет таять воск. После того, как воск растаял, высыпаю сюда прополюс. Прополюс, как и воск, он обладает более утоляющим, обеззараживающим действием, противовоспалительным, ранозаживляющим, смягчающим. И вот по ходу того, как мы его размешиваем, он собирается опять же в такой комочек. Просто выжариваются все эти вещества, ценные витамины, минералы, микроэлементы, которые находятся в этом прополюсе. Они уходят в жидкость, а вот это все можно просто вынимается и убирается. Это уже отработан, без всяких ценностей прополюс. Все, что осталось, потом можно будет в конце уже процедиться через мазочку, через ситечко. И теперь небольшими такими порциями добавляю сюда яйцо, желток яйца. Небольшими, потому что когда оно начнет выжариваться, то начнет пениться. Но вы сейчас увидите. Эта масса увеличивается в размере, подниматься. Но желток должен обязательно хорошо выжариться, потому что именно в желтке есть масла, ценные вещества, которые как раз чем и ценна эта мазь. Плюсы к воску, прополюсу и желток. В нем есть витамины, жиры, микроэлементы. Добавляю оставшийся желток. Периодически нужно помешивать. Потому что видите, уже пенится и поднимается вверх. Здесь нужно, чтобы обязательно емкость была побольше, потому что в противном случае это может все резко выбежать с данной кастрюли, с данной емкости. У меня, видите, большая, литровая. Поэтому думают, этого не случится. Но нужно ждать, пока все это выжарится. И в идеале желток должен быть не желтым, а таким светло-коричневым. Пережигать, перепаливать тоже не стоит, чтобы он был очень темный, аж черный. Потому что тогда мазь будет неприятна на запах. Но это будет неправильно. А вот так вот медленно он выжарится. И этим и будет ценен. Чтобы ускорить этот процесс, можно кастрюлю вот так подержать над огнем, где-то сантиметра 10, на очень слабый огонь. Вот так вот подержать. Оно быстрее тогда закипает и быстрее выжаривается. Ставить совсем на огонь нежелательно. А вот так на небольшом таком расстоянии можно подержать. Быть только очень-очень осторожным. Я всегда ставлю рядышком какую-то кастрюльку или мисочку с холодной водой. В случае, если вы не успеваете сориентироваться, что оно будет подниматься и может выйти за пределы, так сказать, кастрюли, то можно, сейчас я вам просто покажу, можно опустить вот так в кастрюльку с прохладной водой или мисочку. И оно постепенно, постепенно оседает. Это как вариант. Как бывает иногда, чтобы не убежала эта ценная жидкость. Я уже выключила огонь. Даю ему остыть. Смотрю, что свет желтка и самого самой этой мази правильный. Поэтому оставляю остывать. И когда уже почти остыла, ну еще горяченькая, конечно, высыпаю сюда пчелиную пыльцу. Выливаем в стеклянные емкости. После того, как мазь остыла, видите, она вот такой консистенции. Сейчас я вам покажу. Ну еще такая она не совсем холодная, но вот так она. Очень приятная она. Такое ощущение приятное. Очень приятный запах такой прям. Расскажу о ней немножко. Когда вот так натираешь вот так руки, да, такое появляется тепло в руках. Сразу хочу сказать, что эта мазь имеет противопоказания для людей, которых есть аллергические реакции на продукты пчеловодства. Ну это и понятно, потому что воск, прополюс, пыльца, пчелиная, все это те компоненты, которые могут для данных, для данной категории людей быть неполезными и даже вредными. Поэтому нужно быть очень осторожным. А так, конечно, эта мазь может применяться как внутрь, так и наружно. Внутрь можно применять ее путем проглатывания, прям заглатывания при бронхитах присильных, при язве желудка. Рекомендуют ее по чуть-чуть нарастающими такими вот порциями, там, чуть-чуть на, скажем так, на кончик ложки чайной просто заглатывать за полчаса до еды. Она также лечит всевозможные ссадины, какие-то порезы, даже трофические язвы, намазываются вокруг раны и ждут какой-то период, пока она впитается, потом опять смазывают, потом опять и так несколько раз в течение дня. Или же делают даже такие малевые повязки, на которые наносят эту мазь и тоже прикладывают. Но такие повязки нужно часто очень менять. Где-то 2-3 часа нужно менять одну повязку, сменять на новую, на чистую. на это. Если, например, у человека гнойная ангина, можно просто брать палочкой и наносить туда, вот в горло смазывать вот этой мазью. Если, например, отит, если болит ухо, можно в бинтик тоже напитывать этой мазью и вставлять в ухо. Вставлять в ухо, хорошо натирать за ухом. Кстати, я уже показала вам, как бы, когда мы хорошо растираем, скажем, сустав, суставные болезни, можно хорошо тоже лечить. Или же делать такие повязки, пропитывать бинты, накладывать в виде компрессов. Или же хорошо втирать по несколько раз, можно в день или хотя бы утром и вечером. Но тоже оно втирается в коленные суставы, в локтевые, в плечевые суставы, даже в позвоночник. Когда ты это все хорошо не просто намазал, а хорошо, хорошо, хорошо так стираешь. Поэтому вот это масло или оливковое, или подсолнечное, очень важно, чтобы оно было именно нерафинированным. Тогда оно лучше проникает. Оно как является, во-первых, само имеет всевозможные витамины, минералы и жирные кислоты, омега-3 и проникает туда вовнутрь. Ну и естественно, если пользоваться этой мазью, для ног, для пяток, убирать всевозможные трещины, можно смазывать лицо, область декольте, ну практически везде она применяется. я только не пробовала, никогда не применяла на свои, ну как бы, на волосы, не втирала в корни волос, и то я думаю, что она бы хорошо подействовала, единственное, что, конечно, она вот жирноватенькая такая вот, вот, а так, конечно, на кутикулы, на, их не нужно тогда обрезать, вот тут, когда ты на, она где-то, куда-то девается, ногти укрепляются, в общем, это очень классная мазь. Я, конечно, впервые сделала ее с прополюсом, хотя в самом воске тоже есть прополюс, но воск, он, да, у меня тоже, он красивый, такой вот, такого янтарного цвета, очень хороший запах, но я просто решила усилить эту ценность этой мази, добавить туда еще вот, просто прополюс. Вы видели, он вывалился, и там, естественно, осталось, осталось то ценное, которое было в прополюсе. Мазь очень хорошо пахнет, естественно, она натуральная, нет здесь никаких ароматизаторов, там, стабилизаторов, усилителей и так дальше. И, естественно, ее нужно хранить в стеклянных баночках. Я раскладываю по нескольких баночках, или же кому-то можно подарить, или же просто мы используем одну баночку, открываем остальные две баночки, стоят в холодильнике, и она может находиться в холодильнике до трех месяцев. Так что делайте такие мази, делайте сами, это очень хорошо, потому что действительно купить что-то такое натуральное, настоящее, не всегда представляется возможным. А тут, пожалуйста, буквально полчаса и мазь готова. Я вам желаю здоровья, пишите, делали ли вы такие мази, пользуетесь ли вы такими рецептами народными средствами народной медицины. Возможно, у вас что-то есть новое, вы можете поделиться, пишите, я буду очень рада. Будьте здоровы, и до следующих видео.